Да, еще раз привет. Ну, давайте, действительно, я начну с того, что представлюсь и расскажу просто про то, как и к чему я пришел в связи с сообществами вокруг подкастов. Действительно, я занимаюсь подкастами уже шесть лет, кажется. Я уже начинаю сбывать, с такого времени уже прошло. Вот. И у меня сейчас, ну, три подкаста в разной степени активных. Главные два — это Blitz & Chips и Жуть. Blitz & Chips — это разговорный подкаст, поэтому в основном я, наверное, буду говорить то, что я буду говорить, я буду говорить в связи с ним, потому что, и, наверное, я потом позже чуть-чуть скажу, подкасты, которые держатся в первую очередь за счет, скажем так, контента, рассказывания каких-то историй, а не разговоров ведущих, мне кажется, там чуть-чуть хитрее и сложнее все с сообществами. Вот. Подкаст. Чуть-чуть расскажу про Blitz & Chips. Существует уже шесть лет. У нас под 300 выпусков. Я уже сбился со счета. Там 270, что-то такое. Вот. Нас слушают где-то 25-30 тысяч человек. Это где-то 10-15 тысяч прослушаний на выпуск. У нас есть скромный Patreon, на котором нам дают деньги. И, собственно, Blitz & Chips — это разговорный подкаст, в котором чаще всего участвуют 4 человека. Почти во всех выпусках есть я, как ведущий. Вот. Еще чаще всего со мной моя девушка Даша, которая соведущая. И наши друзья там участвуют. Ну, у нас такой, как бы, ограниченный набор человек. Не знаю, они ротируются. Ну, скажем, человек 20 участвует в этом все. И мы максимально свободно, непринужденно и, на первый взгляд, довольно бесструктурно разговариваем. И мне кажется, что от других разговорных подкастов нас отличают две вещи. Во-первых, что у нас такой необычный состав участников, потому что обычно в разговорных подкастах есть либо постоянный состав, ну, то есть одни и те же 3-4 человека, которые всего учдают. Или, наоборот, они часто зовут каких-то экспертных гостей или берут интервью. У нас, с одной стороны, постоянный состав, но он очень широкий. Это неэкспертные гости, это мои друзья. Вот. И они ротируются, иногда появляются какие-то новые, иногда уходят. Я, в целом, отношусь к этому как к ситкому. Это будет тоже, наверное, важно в том, что я скажу дальше. В том смысле, что мы, как бы, персонажи некого сериала, которых слушатели знают. Когда, собственно, подкаст появился 6 лет назад, когда я еще работал в медиа, в традиционных, я работал на сайте Look at Me в тот момент, сайт закрывался. И мы в нем, как бы, в рамках этого сайта придумали подкаст, который, когда сайт закрылся, в общем-то, остался у меня, и я продолжил ему заниматься. И я помню очень отчетливо, на самом деле, эта ситуация не поменялась, что в тот момент я, когда сайт закрылся, думал, чем вообще дальше заниматься, как бы, по жизни. И я помню очень отчетливо, что мне не хотелось идти работать дальше в медиа, потому что я почувствовал, что медиа, как бы, растеряли какую-то связь с аудиторией, что все стали очень сильно концентрироваться на цифрах. У этого много причин, не знаю, в том числе как-то с какими-то, возможно, экономическими причинами связано. Но, в общем, идея была в том, что всем стало очень важно зарабатывать деньги на рекламе, для того, чтобы эту рекламу продавать, это как бы модель, которая сложилась в тот момент, нужно было показывать конкретные просмотры, конкретные цифры. И очень многие стали свою аудиторию, в первую очередь, воспринимать через цифры, и ценность контента, которая производилась, ценность, не знаю, текстов, все это сводилось к тому, сколько это, собственно, наберет кликов. Вот. И мне казалось, что это, ну, неправильный путь. Потому что мне казалось, что вместо того, чтобы гнаться за голыми показателями, гораздо важнее установить какую-то связь с аудиторией, как бы какой-то диалог, ну, чтобы она была к тебе лояльна. Вот. И, собственно, как бы наш подкаст, мы начали с самого начала делать, думаю, в первую очередь об этом. Как слушатели воспринимаются не как голые цифры, а как людей. И некоторый финансовый, скажем так, смысл у этого тоже есть. Опять же, я чуть попозже об этом скажу. У того, чтобы выстраивать сообщество какое-то, с которым у тебя есть отношения. Ну, в общем, да. С самого начала я ушел с нормальной работы. С самого начала мы решили, что у подкаста будет некая комьюнити. Мне кажется, что в случае с подкастами это особенно актуальный разговор про связь со слушателями, про комьюнити, потому что, ну, подкасты, конечно, слушают по разным причинам, и их можно разбить на несколько категорий, да. Какие-то слушают чисто ради ведущих, людей, которые там участвуют. Какие-то слушают ради ведущих и того, что они рассказывают, то есть какой-то контент, информация. Какие-то слушают чисто ради контента. Но мне кажется, что подкаст «Близзенщип» скорее к первому типу относится. То есть нас в первую очередь слушают ради нас самих. И очень многие люди, которые подкасты делают и слушают, будут вам повторять фразу всегда, что это какой-то более личный, интимный формат. Что у слушателей с вами устанавливается какой-то connection. Я, на самом деле, честно, мне кажется, что я почти никакой полезной информации подкастываю. Ну, как бы, конечно, получаю, но это не то, ради чего я их слушаю в первую очередь. И поэтому, поскольку у людей устанавливается какая-то интимная связь, можно говорить о сообществе. Есть такой термин, вы сможете его нагуглить. Я всегда, когда об этом говорю, его повторяю. Он называется «Парасоциальные отношения». Вообще его, мне кажется, придумали в 50-е годы, когда говорили про телевидение и говорили про людей, у которых устанавливается связь с ведущими телепередач. Но сейчас он как бы снова стал актуальным. Его много используют для разговора про интернет. Имея в виду, что в интернете устанавливаются такие часто у зрителей, слушателей с авторами в интернете отношения, когда им, ну, кажется, что они хорошо знают, что они их друзья. И при этом отношения скорее как бы односторонние, потому что автор человека может не знать, человеку может казаться, что они хорошо знакомы. Если вы, не знаю, смотрите там влоги, слушаете подкасты, скорее всего, за собой эффект это замечали. Я совершенно точно замечал. У меня есть любимые авторы в интернете, с которыми у меня вот такие отношения установились. И это нормально. И в целом смысл в том, что когда вы делаете подкаст, особенно какой-то разговорный подкаст, вам, конечно, нужно, чтобы слушатели вас воспринимали такого, вот как старого знакомого. Не знаю, есть такая картинка, которую все всегда везде кидают, где нарисован, где изображен человек, который сидит рядом с рекламой мороженого, где три смеющиеся женщины, она тоже ест мороженое, и смеется, как будто он с ними. Хотя они, на самом деле, просто на рекламе дорисованы. Вот прослушивание подкастов – похожий процесс. Для того, чтобы это происходило, для того, чтобы у людей устанавливалась такая связь с вами, конечно, нужно осознанно к этому подходить, возможно, даже какие-то целенаправленные действия совершать. Нужно как бы как можно больше про себя рассказывать слушателям. И присутствовать в том, что вы делаете. Рассказывать… Не бояться рассказывать про свою личную жизнь. Не бояться раскрываться в своем подкасте и показывать, сообщать, какой вы человек, что вас волнует и так далее. И какие-то факты из того, что происходит, говорить. Потому что таким образом какая-то мифология групп подкаста складывается. Я не знаю, у нас за 300 выпусков, сколько там их… Мне кажется, это очень четко сложилось. Мы все время какие-то мелкие вещи про себя говорим. И это складывает какие-то наши образы. У людей устанавливаются с нами отношения. Нужно как бы формировать и наращивать эту аудиторию, просить людей, чтобы они оставляли отзывы, рассказывали про вас, другим людям. Это реально действенно и реально важно. Нужно использовать все каналы связи абсолютно, потому что не ограничиться с одним подкастом. Это прям важно, чтобы общение с аудиторией выходило за пределы подкаста. Ну, как бы это очевидная вещь, но, мне кажется, многие об этом забывают. Все соцсети использовать ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. Мы везде пишем. Хотя на Фейсбук почти не пишем, потому что там, кажется, никто, особенно из наших слушателей, не сидит. По почте очень важно отвечать людям, кстати. Мне периодически пишут на почту люди, я им отвечаю с удовольствием. В общем, не, как сказать, не забывать этого делать. У меня лично смешались мои личные соцсети с соцсетями подкаста. Так вышло, что как бы я в основном... Нет, Твиттер, например, Твиттер подкаста я почти не пишу. Я пишу свой личный Твиттер. Я просто знаю, что люди, которые слушают подкаст, читают меня там. Но это может быть отдельное что-то. Вот. И самая важная штука, если говорить про общение с людьми вне, собственно, подкаста, это чат. У нас есть... Мне кажется, очень многие сейчас подкасты-то делают. Мы делали это очень-очень давно. В 2016, что ли, году. Я могу точно путать. Но давно, это было 4-5 лет назад, мы завели чат в Телеграме, который открытый. Я периодически открыто посвящу на него ссылку. Его можно найти легко. Не знаю, он прикреплен к моему каналу в Телеграме. Где мы очень много общаемся с слушателями. И это суперважная штука, как бы, когда это общение как-то выходит за пределы вашего основного канала, то, что вы в основном делаете. Там мы постоянно... Я не знаю, я не боюсь у них спрашивать мнение про выпуски. Один раз мы даже устроили опрос. Не боюсь спрашивать, не знаю, советов и так далее. Обсуждаем, какие следующие темы могут быть и так далее. Еще и в подкасте, и в этом чате складываются какие-то внутренние мемы. Их тоже важно поддерживать. Чтобы люди чувствовали какую-то сопричастность. Что они имеют отношение к тому, что вы делаете. Что они, как бы, с нами знакомы. У нас полно внутренних мемов. Люди постоянно какие-то картинки делают на эти темы. У нас в чате мы какие-то вещи в подкасте повторяем. Потом переносим их в общение, в соцсетях, в чат и так далее. В общем, как бы, создается такое, так сказать, ощущение, что мы все принадлежим к какой-то одной группе. Что мы все знакомы, так или иначе. Сейчас еще есть, значит, важный, как культивировать и укреплять эти отношения с сообществом. Еще важная штука, которую мы делали раньше, но сейчас, к сожалению, в меньшей степени не очень можно. Это какие-то встречи оффлайн. Мне кажется, в наше время очень важно делать вещи вне интернета, потому что, когда люди видят вас в реальности, когда еще видят других людей, которые тоже являются частью вашего сообщества, их связь с сообществом укрепляется. Когда была такая возможность, мы играли вечеринки, например, примерно раз в два месяца, на которых мы ставили музыку, на которую приходили люди. Вот, они, как бы, они приходили в первую очередь, потому что мы их делали, как герой этого подкаста. Потом мы, правда, кстати, вот в прошлом году, мы на какое-то время перенесли их онлайн, и какое-то количество довольно, не знаю, мне кажется, мы штук 10 успели устроить. Просто в Zoom устраивали вечеринки, опять же, где мы просто ставили музыку, и все танцевали перед камерой. Это было довольно весело. Можно устраивать митапы какие-то, не знаю, вместе смотреть фильмы. Я знаю, что некоторые подкасты так делают. Просто встречаться, типа, приходясь туда-то, можете с нами пообщаться. Вот, еще важный формат, который тоже многие люди делают, это лайвы, живые записи. Тоже очень понятный распространенный формат. Опять же, я сейчас, скорее, затруднен, но тоже важная классная штука. С одной стороны, вы записываете выпуск, вы записываете контент. С какой-то стороны, люди когда-то приходят, опять же, укрепляют свои отношения с вами и воспринимают вас как хороших знакомых. Это чувство сопричатности. Как бы, мне не хочется говорить про него цинично. Тут, мне кажется, довольно важно это. Что, говоря об этом, говоря о том, что люди, которые слушают ваш подкаст, начинают вас воспринимать как своего старого знакомого, вы можете использовать. Это, конечно, такое какое-то немного... Есть такой оттенок манипуляции какой-то, что вот, типа, заставьте их поверить, что они ваши друзья. На самом деле, мы знаем, что это не так. Конечно, мне не хочется так цинично об этом говорить. Мне кажется, к этому стоит подходить более искренне и просто помнить, что, ну, типа, люди, которые вас слушают, что это живые люди, что это не цифра, что это живые люди. И в этом есть большое преимущество. На самом деле, узнавая этих людей, вы сможете лучше понимать, что они хотят, что им интересно, какой вам подкаст стоит делать. И в этом плане как бы не нужно бояться, стесняться с ними общаться. Они могут, ну, много вам полезной информации сообщить. Еще, да, еще важная штука — это то, что внутри сообщества... Это не какая-то вещь, которой нужно прилагать активные усилия, но это как раз преимущество сообщества. В какой-то момент оно начинает расти и укреплять себя само. То есть, если вы сделали чат, если вы делаете места, где людям можно общаться, если вы не игнорируете в целом тот факт, что вокруг вашего подкаста складывается какая-то группа людей, которые его слушают, то в итоге они просто начинают сами поддерживать эту жизнь. В принципе, не знаю, вот если взять на чат с иннеграм, я могу из него выйти. Он будет существовать нормально какое-то время точно без меня, потому что там людьми есть чем заняться. Вот, и это круто, потому что люди делятся новостями и обсуждают, что вы делаете. Я знаю, что некоторые люди буквально устраивают совместные прослушивания наших подкастов, буквально сидят, слушают, ставят на паузу и обсуждают. Я знаю, что благодаря нашему подкасту, благодаря чату нашего подкаста появилось несколько групп друзей и приятелей, которые регулярно встречаются. Они как бы, они без нас друг друга бы не знали. Все, что я перечислил, да, что нужно коммуницировать через соцсети. А, да, еще одна штука, которую можно делать, это какие-то дополнительные... К этому относится то, что я занес в офлайн. Какие-то дополнительные вещи в интернете можно устраивать, как я сказал, когда у нас офлайн-вечеринки, мы не смогли их делать, мы стали делать онлайн-вечеринки. То же самое можно устраивать какие-нибудь стримы, например. Я знаю, что многие подкасты этим занимаются. Я стримлю видеоигры, но не обязательно их стримить. Можно какое-нибудь Q&A устраивать, еще что-нибудь совместное. Сейчас есть технологические возможности для совместных просмотров фильмов. Вот, еще такая штука есть. В общем, да, значит, что я перечислил. Значит, что нужно коммуницировать в соцсетях и обязательно завести чат и вообще отвечать на все, что вам пишут и создавать какую-то вот дискуссию вокруг подкаста. Что нужно делать какие-то вещи офлайн, вне интернета, по возможности, митапы, вечеринки, опять же, совместный просмотр кино, что угодно. И что сообщество само по себе в какой момент начнет общаться и так далее. Все, что я перечислил, объединяется простой идеей. Это все вещи, которые отличаются от обычного контента, от обычного опыта, который представляется. Это все не подкаст, это важно. То есть вот это разнообразие, то, что у вас, кроме, собственно, самого вашего основного опыта, который вы создаете подкасты, есть какие-то дополнительные штуки, супер важно. Человек идет на вечеринку, взаимодействует с вами, человек сидит в чате, и этот чат называется по названию вашего подкаста и так далее. Тут уже много вариантов. Некоторые вокруг Патреона строят и предлагают там эксклюзивный контент. Да, давайте я скажу про Патреон. Пару слов, наверное. Потому что, на самом деле, мне кажется, это эффект, про который тоже редко говорят, редко думают. Но Патреон нужен не только и не столько для того, чтобы... Ну, он для этого, конечно, тоже нужен, чтобы монетизировать, собственно, то, что вы создали, интерес и внимание вашей аудитории. С одной стороны, да, 100% это плюс создания комьюнити. Если вы собрали каких-то людей вокруг своего подкаста, они будут вам давать деньги на Патреоне. С другой стороны, мне кажется, это еще классный способ, собственно, это сообщество укрепить. Потому что, если люди вас поддерживают финансово, они, на самом деле, становятся больше заинтересованы в том, что вы делаете. Тут, во-первых, я советую не сразу его заводить, подождать какое-то количество выпусков, я не знаю, 20-30, прежде чем это делать. Во-вторых, конечно, там важно делать какой-то эксклюзивный контент. Это довольно трудно, честно говоря, особенно для подкастов, потому что, не знаю, когда люди, там, не знаю, занимаются иллюстрацией или пишут тексты, им проще в этом плане, потому что понятнее, какого толку контент можно там делать. Вот. Но стоит пытаться хоть что-то туда постить, хотя бы альтернативной версии выпусков вашего подкаста. Вот. И крутая штука в том, что вот, этот эксклюзивный контент и то, что люди там вам дают деньги, это тоже вот эти парасоциальные отношения на самом деле укрепляют. Мне кажется, что люди, которые подписываются на Патреоне, становятся еще более лояльными и внимательными слушателями. да, тут, наверное, вот такой еще важный момент. в начале я сказал, что важно, какой у нас подкаст. Я сказал, что у нас немного странный подкаст, необычный. Мне кажется, что это правда важно, потому что, чтобы люди себя идентифицировали через то, что вы делаете, чтобы им было вокруг чего, собственно, собирается общество, то, что вы делаете, должно как-то отличаться немного. Оно может быть кривым, оно может быть странным. Главное, чтобы оно не было обычным, потому что если вы, не знаю, прочитаете отзывы на наш подкаст, то вы там прочитаете о том, что людям нравится свобода в выборе тем, то, что мы остаемся собой, то, что у нас бесструктурный, такой непринужденный разговор, это многим нравится. В большом количестве человек это очень сильно не нравится. Но это хорошо. Это очень важно, потому что мне кажется, что чтобы у людей установилась в сами связь, нужно делать то, что не может понравиться всем. Потому что, на самом деле, по моему опыту, люди сильнее всего ассоциируют себя с тем, что не может всем нравиться. Потому что они думают, мне это нравится, значит, я, благодаря тому, что мне это нравится, благодаря тому, что я это слушаю, я как бы чем-то отличаюсь от других людей. Поэтому вещи, которые нравятся всем, ровные, со сглаженными углами, не вызывающие сильно негативные реакции, они сильно позитивные реакции на селе тоже не вызывают. Поэтому, если вы видите, что вы обязательно с этим столкнетесь, что вам пишут гадости, вам пишут злые отзывы, это классно. Потому что, значит, вы вызываете сильные эмоции. Если вам пишут злые отзывы, значит, скорее всего, есть люди, которые, может быть, не пишут отзывы, но у которых вы сильные эмоции вызываете. Дальше, да, я сказал, что все для меня все началось с того, что я много разочаровался в медиа, потому что медиа, как мне показалось, в какой-то момент очень сильно сконцентрировались на цифрах и меньше стали думать о людях. Мне кажется, сейчас с подкастами иногда сейчас такое тоже происходит. Ну, то есть я вижу иногда обсуждения, как начинающие подкастеры особенно очень переживают из-за цифр или, наоборот, подкастеры уже опытные друг с другом цифры сравнивают, у кого сколько прослушиваний. Мне кажется, это ерунда на самом деле, потому что, ну, аудитория — это не цифры, это живые люди, и важно об этом помнить. И на самом деле, в случае с подкастами, мне кажется, что вот это вот помнить об этом и устанавливать какие-то отношения с ними, это даже особенно важно по сравнению, не знаю, с, там, Инстаграмом или Ютубом или еще какими-нибудь каналами, потому что мне кажется, что в подкастах особенно лояльная аудитория, которая особенно внимательно прислушивается. Все, например, знают, что дослушиваемость у подкастов очень высокая, то есть люди даже длинные выпуски обычно дослушивают до конца. Вот. И у этого даже есть экономический смысл, на самом деле, потому что такая лояльная аудитория, которую вокруг себя собрали, она, опять же, по опыту классно реагирует на рекламу, например, потому что если люди начинают вас понимать как друга, начинают к вам относиться внимательно, они и к тому, что вы рекомендуете относятся внимательно, это выгодно, это как бы классно для рекламодателей, на самом деле, вот весь финансовый смысл, что вы собрали вокруг себя людей, которые к вам прислушиваются, значит, что они там воспользуются промокодом, перейдут по ссылке и так далее, и что для рекламодателей в этом большой смысл есть. Это лучше, чем голые цифры. Типа, не знаю, 10 тысяч внимательных слушателей, которые участвуют в вашем сообществе. И, ну, я сейчас абстрактную цифру назвал, сообщение на 10 тысяч, это очень много на самом деле. И взаимодействуют со ссылками и так далее, там, и слушают рекламу. Это лучше, чем миллион людей, которые просто мимо проходили и рандомно там послушали то, что вы сделали. На самом деле, как бы, конвертироваться, вот, маркетинговое слово, конвертироваться 10 тысяч внимательных людей будет лучше, чем миллион невнимательных. И еще моя любимая штука для меня главная, вообще ключевая вещь в том, чтобы делать сообщество, собирая вверх у себя людей, что это для меня это гарантия жизни для любого проекта. Фундамент некоторых раздает, некоторая гибкость. Потому что я могу пробовать... Вот, значит, мы сделали подкаст, да, там, 6 лет назад. Мы собрали вокруг него некоторое количество людей. Я даже точно не знаю, сколько их. Ну, я думаю, что такая прям кор-аудитория есть у нас, несколько тысяч людей, которые внимательно относятся к всему, что мы делаем. И я могу пробовать разные вещи. Я могу... Я вот сказал, что я стримлю на Твиче, например. Или я могу... Мы играем в вечеринки, мы знаем, что на них приходят люди. Или я могу запустить новый подкаст, и я знаю, что у него будет... Будет какие-то люди, которые послушают его просто, потому что я его сделал, потому что я собрал вокруг себя аудиторию. Возможно, даже площадка не важна. Может быть, даже я в будущем могу не подкаст сделать, а что-нибудь еще абсолютно другое, закрыть подкаст, а эти люди останутся. Потому что если ты работаешь в комьюнити, ты можешь уйти, не знаю, в Тик-Ток. Я могу уйти в Тик-Ток, и часть людей немаленькая перейдет со мной. У меня есть пример, просто конкретный даже. Есть один человек, его зовут Майк Ругнет, я всегда его вспоминаю, мой любимый блогер. Он делал канал PBS Idea Channel на Ютюбе. Последнее видео вышло в сентябре 2017 года. Это было 4... 3,5 года назад. Но вокруг этого канала он собрал мощное сообщество людей, которые себя идентифицировали, я себя идентифицировал через этот канал. За те 2,5 года, которые прошли с тех пор, 3,5 года, которые прошли с тех пор, он как бы ничего нового, масштабного не сделал. У него не было никакого большого проекта. Я не могу сказать, что сейчас он чем-то, тем-то занимается. Он ведет Twitter, он появляется, наверное, на других YouTube-каналах, у него есть парочка подкастов, но свою лояльную аудиторию он вообще не растерял за это время. Да, эта лояльная аудитория не такая большая, как вообще вся его аудитория была, но, тем не менее, комьюнити осталось. И мы продолжаем за ним следить. Мы смотрим за всем новым, что он придумывает, мы продолжаем давать ему деньги. В общем, появляется какая-то вот эта вот долгоиграющая лояльность, которая выходит за рамки одного проекта. Я знаю, что я сейчас, возможно, с практической точки зрения говорю не так много, но мне кажется, на самом деле практически будет проще ответить на вопросы, потому что, ну, мне просто так проще мыслить, что если у вас конкретно есть вопросы по поводу того, как это делать, мне будет проще ответить на них потом. Что еще я не сказал важного? Ой. Да? Я смотрю. Огромное спасибо вам на то, что вы сейчас говорили. Я не знаю, просто немножко интернет прерывается. Специально нашей страны все прерывается. Слышно меня? Да, да. Слышно, но слышно, в общем, да. Из канара вы пропадаете, извините. Может, вам камеру выключить, просто аудио оставить, потому что таджитский интернет, как всегда. Таджитский интернет это особый подвид. Меня слышно? Вас слышно. Сейчас да. Прошу прощения, друзья. Я, возможно, вы меня слышите, а я вас, нет. Настоящий подкаст. Да, это классика. Это классика подкастов. Сейчас мы наблюдаем, как мы обычно записываем наш подкаст. Я могу пока, например, поотвечать на те вопросы, которые есть в Zoom, потому что я их вижу. Я думаю, да, Гриш, потому что что-то из канара мы прям теряем временами. Если сможете еще кинуть в Zoom вопросы, которые, может, где-то еще были. Так, я пока отвечу. Как начинать строить чат? Вначале будет мало людей, надо ли самим авторам постоянно поддерживать там беседу? Ну да, вот в этом плане у нас с чатом все классно сложилось, потому что у нас просто участники подкаста, мы любим общаться в Телеграме, у нас были наши собственные чаты в Телеграмах, вот. И когда мы завели чат подкаста, туда зашло какое-то количество людей, и мы, правда, просто начали общаться между собой, как бы, возможно, в этом было что-то переформативное немного. Вот. А потом они просто начали, ну, подключаться к беседе, и вот сейчас доросло, ну, там сейчас, мне кажется, где-то 500 человек, но я думаю, что могло быть даже больше, но я просто искусственно ограничил его в том плане, что я не очень его пиарю, потому что, чтобы там не было бесконечного флуда и хаоса, я просто не хочу, чтобы там было слишком много людей. Вот. Но в целом, мне кажется, там за несколько месяцев набралось достаточно человек, что там постоянно была какая-то беседа. Так, окей, я пока на следующий вопрос отвечу. Сколько времени у вас заняло собрать постоянное активное сообщество вокруг своего проекта с начала старта? Это сложный вопрос, потому что у нас еще старт был как бы нестандартный, потому что мы запустились, как я говорил, на сайте LookAtMe, и мы, ну как бы, это, на самом деле, не то, что нам большой буст дало, потому что в то время, в принципе, подкасты мало кто слушал, и нас мало кто слушал, но кто-то все-таки был. Вот. Но я бы сказал, что после подкаста стал подкастом Blitz & Chips, где-то год, наверное, нас это заняло, чтобы прям появились люди, которые там регулярно что-то пишут, комментируют, рассказывают нам, чтобы у меня появилось ощущение, что у нас есть какая-то вот прям постоянная аудитория. Наверное, год. Вообще, мне кажется, что год — это хороший срок для любого подкаста, для любой типа цели, которую вы себе ставите. Прикидывайте к минимуму год. У вас это займет. Вот. Это реалистично, потому что, ну, это, это надо понимать, что это медленный формат, что бы вы ни делали, как бы, в отличие... Ну, то есть тут сложно добиться моментальной популярности, или даже моментально понять, что вы хотите сделать, и как это должно звучать, и так далее. Вот. Так что да. Григорий? Да. Такой вопрос. У нас уже недавно, вот, кстати, в школе Хабар были лекции по подкастам. Ну, и, соответственно, есть такой момент, что при строительстве сообщества нужно быть более-менее медийным человеком, правильно? То есть если у тебя нет большого количества друзей, тебе тяжелее его сделать. Соответственно, вопрос такой, как поступать интровертом, которые привыкли внутри себя сидеть, которые вот им дали микрофон, и говорят, все, я теперь выскажу этому миру все, но он не умеет заводить друзей. То есть мы с вами в медиа работаем, и мы знаем, как работает медиа. Для нас, в принципе, это в самом собой разумеющееся. Но таким людям как поступать? Это очень хороший вопрос. Мне кажется, на него нет однозначного ответа. Во-первых, я, конечно, ну, все, что я говорил, это в первую очередь имеет отношение к подкастам типа того, который вот Blitz & Chips, где какие-то харизматичные, хочется думать, что мы такие люди как бы что-то весело обсуждают, да, и это некоторое обсуждение, в общем, такой веселый разговорный подкаст. И понятно, что это работает если, ну, типа, люди слушают вас ради вас. Я могу представить себе подкасты совершенно других типов, вокруг которых тоже что-то можно делать. Например, на самом деле, у меня есть второй подкаст «Жуть», и там, ну, как бы нет такого живого сообщества, хотя его тоже неплохо слушают, но мне кажется, там, я тоже что-то иногда делаю, пытаюсь вовлекать слушателей, например, я периодически прошу, ну, это подкаст про разные мистические городские легенды, фольклорные истории из России, например, я прошу людей иногда присылать свои истории обязательно, что это прям хорошо работает для меня, то есть, поскольку я не могу все ресерчить один, я говорю им, типа, напишите, если у вас в городе что-нибудь странное такое есть, и так далее, или я, например, на Патреоне выкладываю там штуку одну, просто ссылки свои рабочие, типа, что я ресерч, это тоже на самом деле считается, ну, то есть, мне кажется, что вот как бы то, что я приверил в пример, такое вот активное общение постоянное в комментариях, в чате и так далее, это, в принципе, не единственный способ взаимодействия, вполне возможно, реально, как-то более редко и более спокойно это делать, вот, и просто важно, мне кажется, ключевая мысль в том, что просто вовлекать людей не обязательно постоянно общением, если вы интроверт, если у вас подкаст, где вы один вообще что-то говорите на микрофон и там рассказываете, это не значит, что у вас нет никаких способов взаимодействия, просто классно напоминать слушателям, что вы их слышите, что они есть, что они, типа, тоже как-то вовлечены в процесс, вот, и, не знаю, обращаться за комментариями, за мнениями, за личными историями, мне кажется, очень классно. Григорьевич, такой вопрос, опять же, мы говорим о сообществе, о построении сообщества, следует ли, по вашему мнению, начинающим подкастерам, любым подкастерам, которые уже есть некие свои подкасты, следить за трендами, то есть, чтобы темы их подкастов коллегировали современными тенденциями. Слушайте, у меня тут довольно сильное мнение, оно может не совпадать со своими коллегами, но я считаю, что в первую очередь нужно думать о том, что интересно вам, и это прям супер важно, на самом деле, и к тому, о чем я говорил, это имеет прямое отношение, в том плане, что на самом деле, и слушатели это чувствуют, как бы, если вам интересно то, о чем вы говорите, людям тоже будет интересно это слушать, и найдутся люди, которым это тоже интересно. Я бы думал в первую очередь об этом, и вообще, мне кажется, сейчас это прям важно с подкастами, на самом деле, поскольку это какой-то личный голос человека, очень важно говорить на темы, которые на самом деле вас волнуют, и тут, мне кажется, реально гнаться за актуальными темами не очень стоит, как раз актуальная тема это скорее способ набрать аудиторию, которая, ну, как бы, возможно, не очень лояльна, и, возможно, не очень какой-то комьюнити А если вы, короче, говорите реально вот о том, что именно это, при этом вам может быть интересна какая-то трендовая тема, просто главное, чтобы была искренность, вот, и в этом плане я еще быстро скажу, что на самом деле мне это по опыту неизвестно, не уверен, что в теории это возможно, если вы говорите на какую-то более-менее нишевую тему, я не знаю, у вас подкаст для, про выпечку хлеба, вам будет как раз, на самом деле, легко собрать вверху от него сообщество, потому что собрать людей по интересам, чтобы они, не знаю, общались у вас в чате, грубо говоря, довольно легко, на самом деле, потому что уже есть некие критерии, по которым они собираются, это то, о чем вы говорите, вот. Ну, это было не только, грубо говоря, это не то, что мое мнение было, что нас затрендовали, просто ребята молодые приходят в нам в студию и пытаются как-то говорить о том, что уже как бы есть сейчас, уже есть куча такого материала, вот это все слушают, мы тоже будем это делать, и нас тоже будут слушать. Это, я просто еще скажу, потому что меня очень волнует эта тема, эта вещь, которая меня на самом деле сейчас расстраивает в подкастах, потому что, мне кажется, это неправильно, короче, мне кажется, не нужно, во-первых, не нужно вообще думать о популярности, я понимаю, что хочешь, чтобы тебя кто-то, хотя бы кто-то слушал, но мне кажется, не нужно с первых шагов думать о том, что у тебя была сильная популярность, вот. Вот, и мне кажется, что на самом деле в долгой перспективе проект, который посвящен вот реально как бы вещам, о которых никто не говорит, и вещам, которые лично вас волнуют, там, лично вас затрагивают и так далее, он потенциально как бы более успешный, и вокруг него проще собрать комьюнити, чем вокруг проекта, который говорит на трендовой теме, потому что, почему люди должны вообще признаться к вам и слушать вас на эти темы, если о них так все говорят, как бы тут сложнее выделиться, мне кажется, вот. Надеюсь, я понятно сказал. Я прошу прощения, что если я иногда прерываюсь, это специфика интернета, еще один вопрос, пока других не поступил, у меня самого интересного на своих подкастах строят сейчас. Григорий, вот вы, когда выступали на фестивале «Слышь», вы говорили то, что есть подкаст, который вы делаете один максимально, да? Есть подкаст, где вы делаете команды. То есть мы, в принципе, тоже говорим за то, чтобы была команда, но ваше личное мнение, что лучше, когда у тебя есть команда, или все-таки начинать одному? Я, кстати, вижу еще один вопрос в чате, он, короче, не ответил, так что я потом на него отвечу. Мне кажется, что тут нет ответа, на самом деле, однозначного. Мне кажется, что у обоих этих вещей есть плюсы и минусы. Вот. Как бы зависит от того, что вы хотите делать, наверное, что у вас в голове, как бы, какой у вас есть потребность, потому что, ну, типа, если вы хотите делать подкаст, где вы разговариваете со своими друзьями, это суперклассно, это отличная идея. И тут, конечно, ну, проще делать группу людей, чтобы вы вместе, там, распределили как-то обязанности и так далее. У этого есть масса плюсов. Но при этом, если у вас, опять же, я совершенно не включаю, что такое тоже может быть, если у вас есть интерес говорить одному на какую-то тему, которая волнует именно вас. Тут есть плюсы в том, чтобы иметь полный творческий контроль и ни от кого не зависеть. Вот подкаст «Жуть», который я делаю, он именно такой, и мне как раз нравится, что он такой, что ни на кого не приходится ориентироваться. Я один все ресерчу, один все пишу, один все монтирую. У этого есть плюсы, но это довольно трудно. Так что зависит от того, в общем, что именно вы хотите сделать. Тут есть вопрос в чате. На него отвечу. Может, вы уже говорили, я могла пропустить. Какая платформа соцсеть для вас самая удобная для построения сообщества и поддержания связи? Мне кажется, на самом деле, что это зависит от подкаста. Мне кажется, есть две, на самом деле, основные платформы, ну, три с натяжкой. Инстаграм. И прямо у многих подкастов есть классные Инстаграмы или у вас, может быть, личный Инстаграм. Потому что я прям вижу, как какие-то подкастеры очень клево общаются с аудиторией через сториз, там, через посты и так далее. И это прям классно работает, мне кажется. Не знаю, Кристина Вазовская, у нее супер Инстаграм, где она постоянно общается на темы своих подкастов с людьми, которые ее смотрят. И явно есть, как бы, ощущение, что есть некая комьюнити, которая с ней взаимодействует. Вот, а в нашем случае Телеграм очень клево работает, потому что... Для меня, правда, чат и моментальный фидбэк — это прям супер. То есть мы выкладываем подкаст в чат, и люди, я не знаю, через полтора часа, прослушав его, уже пишут какие-то отзывы, первые впечатления и так далее. Но тут есть важный момент. За чатом, конечно, приходится следить и приходится модерировать. Потому что, чтобы у вас было классное сообщество, классно, если там люди чувствуют себя безопасно и свободно общаются. Вот. И да, я, собственно, об этом не сказал, тоже скажу, что если вы некоторые строите места, где люди могут общаться, важно, чтобы там было поменьше негатива, оскорбления и все такого. Вот. И это занимает некоторое время, конечно. Хотя сейчас, опять же, я даже некоторых людей, которые там много лет сидят, назначил админами, поэтому мне приходится меньше за этим следить, потому что я просто им доверяю. То есть просто слушатели следят за тем, чтобы там не писали гадостей. Вот. Так что Инстаграм и Телеграм, мне кажется, просто, ну, я не знаю примеров прям через Твиттер, чтобы очень активно люди общались с подкастами, или даже через ВКонтакте. Мне кажется, эти две основные проспоры. Я еще вопрос вижу. Да, про хостинг хороший вопрос. «Влияет ли хостинг на продвижение подкаста? Лучше ли с точки зрения продвижения используют русскоязычные хостинги?» Мне кажется, не влияет, насколько мне известно. Как раз в этом большой плюс подкастов, я считаю, их сила в децентрализации, что нету одной платформы, где их слушают. И что ты через... Ну, поскольку хостинг — это что? Это просто сервер, через который ты распространяешь подкаст на разные платформы. Вот. И... Так что хостинг не влияет, нейтральная вещь. А вот платформа... Платформа может влиять. Мне кажется, сейчас две платформы основные для распространения русскоязычных подкастов — это Apple, конечно же, потому что они все еще лидеры. И там можно запросить фичер, хотя сейчас что-то неплохо реагирует, кажется, там что-то с редакции. Вот. Ну и там, не знаю, если ты попадаешь в чарт, например, или в новое интересное в Apple, это классно, действительно влияет на прослушивание. Вот. А еще Яндекс.Музыка сейчас активизировались. Там легко запросить фичер, и они с радостью добавляют подкасты там на главную, в плейлисты и так далее. И у этого есть эффект. Я еще заметил, интересно, что у меня разные подкасты на разных платформах более популярны. На Яндекс.Музыке почему-то очень любят слушать жуть, а Blitz & Chips на остальных слушают лучше. Вот. И не знаю, почему так происходит. Так что нет, хостинг вообще не важен в этом плане. Важны платформы. Я надеюсь, что кто-нибудь еще, ну, чтобы у нас будет выбор не между двумя платформами, что не знаю, что может ВКонтакте еще активизироваться, Spotify и так далее. Еще вопрос? Это от меня. По поводу платформ. Просто у меня вскакивает интернет постоянно, я лучше напишу, продублирую. А видеоподкасты вот у нас в Таджикистане, да, у нас прослушивание очень мало на всех платформах. Однако в том же самом Фейсбуке наш подкаст набирает десятки тысяч просмотров, даже не столько в Ютьюбе. Насколько это важно? Да, тут многослойный ответ будет. Первое. Кажется, просмотры на Фейсбуке это какой-то обман. То есть там что-то мутно с просмотрами видео. Я помню, что даже были какие-то скандалы, что они их накручивают. Не знаю, продолжают ли это делать. Второе. В принципе, на просмотры видео ориентироваться по сравнению с прослушиванием подкастов не стоит, потому что у видео всегда будет больше просмотров, в том числе по той логике, по которой они считаются даже на Ютьюбе. Но мне кажется, да, видео это клевая штука для... возможно, какая-то дополнительная. То есть сделать видеоэпизод подкаста, трансляции, опять же, я сказал, у многих классно работают. В принципе, если говорить про комьюнити, если у людей ваше лицо связывается с вашим голосом, это классный эффект. Но я бы, опять же, если вы только начинаете, на первых этапах не сильно об этом думал бы, потому что это просто с точки зрения ресурсов очень сложно. Вот у нас подкаст уже существует шесть лет, а мы не... за видео так не взялись. В общем, я не знаю, когда это будет и будет ли когда-нибудь. Так что это дополнительная вещь, но да, это как любое-любое продвижение, это классно. Ещё вопрос. Как, по вашему мнению, Clubhouse повлияет на подкасты? Слушайте, это очень сложно сказать. Вообще, с новыми технологиями, новыми модными соцсетями всегда очень сложно определить, останутся ли они надолго или нет. Я надеюсь, и это моё мнение, но я не знаю, сколько оно точное, что когда Clubhouse рано или поздно затухнет, потому что всё-таки соцсеть, которая работает за счёт того, что там постоянно есть люди, им постоянно интересно быть вовлечёнными в неё, это сложно. Мне кажется, что энтузиазм в какой-то момент пропадёт, и мне кажется, это будет клёво для подкастов, потому что это приучит людей слушать больше. То есть, мне кажется, многие люди, которые сейчас, благодаря Clubhouse, понимают ценность аудиоконтента, они перекинутся на подкасты. Я думаю, будет так, но очень сложно прогнозировать. Так, а со временем у меня что, у меня ещё 10 минут осталось? Время ещё есть, время есть. Окей. Ещё просто вопрос в чате. Ну, в общем, да, про Clubhouse тогда скажу, что я надеюсь, что просто люди приучатся слушать аудиоконтент, и потом перейдут на подкасты. Кто-то написал спасибо в чат, спасибо вам. Ещё вопрос. Например, если аналитические подкасты, там нет личных историй, тематика, политика, геополитика, экономика, какова вероятность создания сообщества? Ну, смотрите, тут как бы сложная штука, потому что я, конечно, сказал, что подкасты есть те, которые слушают ради ведущих и те, которые слушают ради контента, но на самом деле, если быть совсем честным, прикол подкастов в том, что для всех подкастов очень важен ведущий, для слушателей. В смысле, что это настолько личный формат, что если человеку не заходит ведущий по той или иной причине, не заходит стиль просто разговора, он не будет слушать. Я просто по себе это знаю. Есть подкасты на интересные мне темы, которые я не слушаю, потому что они просто не щёлкают у меня. Это на самом деле, правда, очень важный эффект. И на самом деле, даже если у вас подкаст на какую-то такую тему, но вас слушают, люди, которые вас слушают, у них уже есть эта связь с вами, на самом деле, правда, потому что они слушают именно вас. Это прямо важно. И в этом плане, мне кажется, что даже вокруг такого подкаста можно пытаться построить какое-то сообщество, потому что, может быть, вам интересно, чтобы люди вели дискуссии в каком-то формате вокруг ваших выпусков. У вас подкаст про политику, но это же суперинтересно. Это люди всегда рады обсудить. Тут, мне кажется, вполне может чат тот же сработать, и люди будут именно в вашем чате вашего подкаста это обсуждать, а не где-то еще. Или, не знаю, может быть, у вас... Можете придумать какой-нибудь формат дискуссии, не знаю, на Патреоне, какой-нибудь Q&A. Тут, мне кажется, на самом деле простор для взаимодействия довольно большой. И важно помнить, реально, я еще раз повторю, что люди слушают именно вас, а это значит, что на самом деле ваша личная манера играет большую роль. И последний вопрос по времени. Этот вопрос, я думаю, волнует всех, потому что создание сообщества — это большая работа. Но бывают моменты, когда мы все так или иначе прокрастинируем. Что делать? Не обичевать себя, потому что это все, конечно же, капиталистическое. Если бы вы думали, все ни разу не скажут слово. Ну, короче, на самом деле правда, что мне кажется, об этом очень мало говорят. Быть создателем в интернете, делать контент, делать подкасты, что угодно — это очень трудно. И абсолютно нормально, если у вас нет сил. Мне кажется, важно помнить, и это важный эффект, который есть в связи с этим делом, что регулярность — это классно. И классно регулярно прикладывать усилия к каким-то вещам и постоянно их делать. Это правда помогает. Но если вы вдруг пропадете или пропустите что-то, люди не исчезнут. Типа, если ваш подкаст вы не выпустите пару недель, его не перестанут слушать вообще. Как бы такого не будет. Если вы не пообщаетесь со слушателями какое-то время, они не забудут о вас, как бы, правда. И поэтому если у вас как бы не хватает энергии на то, чтобы в какой-то момент что-то сделать, это вообще окей. Не нужно себя заэкорить. Вот. Просто возвращайтесь в какой-то момент. Спасибо большое, Григорий.